Ну что, продолжим рассказ о том, с чего все началось и почему я хотела и хочу, в общем-то, и уехать. И страну, которую мы выбирали, это, конечно, Америка. И в прошлом видео я начала со своего детства. Ну вот я бы как бы хотела еще и продолжить. Да, вот тут у меня немножечко написало, что меня интересует. И там я рассказывала о том, что нельзя даже. В детстве меня было удержать на каком-то одном месте. Обязательно, ну, я, в общем, с самого детства была самостоятельным ребенком. Я самостоятельно решала все свои вещи. Но, конечно, бывали и ситуации, когда родители просто заставляли что-то или что-либо делать. Но в рамках меня невозможно было даже с детства удержать. Конечно, школа, конечно, все остальное, это все рамки. А я, в общем-то, всегда хотела каких-то вещей самостоятельно решать, все вопросы за себя. Очень много было вопросов, которые я за себя решала сама, с детства. И вот это, конечно, когда ставятся вот здесь у нас, до сих пор эти рамки, до сих пор. Потому что, когда я вот была в Америке недавно, почему еще? Потому что за пять месяцев, которые я была в Америке, вот недавно, я ни разу не услышала ничего плохого. Я ни разу не услышала в свой адрес какое-то оскорбление. Я не успела переступить порог Кишинева, как это бесконечно. Это бесконечное оскорбление, это бесконечно. Это невозможно, это ни в троллейбус, ни на базар, ни в магазин, ну, нигде, абсолютно. Ну, это так. В принципе, конечно, я не настолько вот открытый человек, который будет рассказывать все подряд всем. Ну, достаточно закрытый человек. Я не очень люблю так все выставлять на показ. Но совершенно открытый человек – это в балете. Совершенно открытый человек – это на сцене. Совершенно все мне устраивало именно там. Там я была всегда тоже первая. У меня были сольные номера, я выходила в концерте вообще. Там пять по пять, шесть раз – это достаточно много. С десяти номеров шесть раз выходить на сцену – это достаточно много. Вот там я абсолютно открытый человек. В балетном зале я абсолютно открытый человек. Там это абсолютно все мне доставляет удовольствие и радость, счастье, пребывание там. В школу я сама себя записывала. То есть я сама записывала себя везде. Я сама себе записывала в библиотеку. Я ходила в библиотеку, мне это доставляло огромное удовольствие. Я очень много читала, я читаю до сих пор. Я читаю книжные издания. Конечно, сейчас все больше и больше это интернетовские вещи, но у меня в основном это были книжные. Так до сих пор у меня и книжки есть, и я очень люблю это. А тогда было огромное удовольствие. Телевидения же у нас не было. У нас было радио, были спектакли с совершенно потрясающими голосами. И вот огромное удовольствие. Два часа идет спектакль, два часа я читаю. А если это еще будет такой вот ореховый рулет, вдруг припадет мне, тогда это еще и вообще сказка. Вот это вообще идиллия. И особенное счастье, когда никого не было в это время дома. Это вообще потрясающе. Ну, надо понимать, что это 70-е, 60-е, 70-е годы, 60-е годы. Это вообще время глубокого Советского Союза и коммунизма. Теперь по поводу того, как люди начали уезжать. Конечно, это начали уезжать люди достаточно так. Просто выезжали в Москву и все. Просто меняли место жительства. А дальше они уже решали свои вещи и начинали уезжать. Ну, это с огромным трудом. Потом начались... Надо понимать, что 70-е годы, 80-е годы, это не было никаких представительств. Не было никаких посольств у нас в Кишиневе. Все, что было, все находилось в Москве. Все, что было, все, что было втихаря, это было в Москве. И кто-то один уезжал и набирал на всех. И потом нужно было потихонечку ехать в Москву и что-либо делать и собирать. Да. Ну, вот так. Ну, а чтобы уехать, это, конечно, нужно было брать у родителей разрешение и все остальное, поскольку мы уезжали вообще-то с концами. Но нас не выпустили ни с мужем, ни с ребенком, ни с ребенком меня не выпустили. А потом с ребенком кто меня выпустит? Никто. И вот так вот я, в общем-то, где-то и осталась. Очень много людей уезжало. Что я хочу сказать еще, да, конечно, родители не дали ни мужа, ни у меня разрешения, поскольку у них, у самих была карьера. Им нужно было самим жить, потому что, если бы мы уехали все-таки, тогда карьера, конечно, пошла бы полностью. Но нет, я и так была самым плохим человеком, потому что я хотела забрать и увезти у них сына. И вот так не сложилось. Вот так и не сложилось. Хотя рядом уезжали, соседи уезжали. Ехали они в Израиль, а потом в Европу. Сначала в Европу они поехали, в Вену. Там они находились в распределении, кому, куда. Кто-то ехал в Израиль, а кто-то оставался и ждал какой-то своей очереди уехать в Америку. Очень многие люди оставались. Я знаю, оставались в Европе, оставались в Вейцарии, очень много. Но те, которые ждали, они получали какое-то образование там даже, какие-то курсы, то есть могли пройти. Это было и английский, и прочее, прочее. Ну вот, вот так. А нам, мне, в общем-то, и не повезло. Мы не уехали. То есть надо было уезжать, надо было уезжать всей семьей. А никто никуда не хотел ехать. А потом, когда пришло время уезжать, уже всё. Уже можно было ехать и без приглашения, уже можно было ехать и свободно и так далее. Я имею в виду, что когда уже у них карьера-то закончилась, у них-то карьера закончилась, а у нас и не здесь жизнь не сложилась, и не там. Вот так бы хотелось, сложилось бы. Нет, конечно, ну что ли. Ну что ли. В 70-е годы это невозможно было никуда. Но у нас были и соседи, которые уезжали всей семьёй. И был такой вот в Москве, все это знали. Все знали, был самолёт на Канаду. Такой чартер в одну сторону. И вот собирались люди, да, собирались люди. Именно на этот самолёт покупали билеты, туристическую визу и так далее, и так далее. Но все знали прекрасно, что самолёт приземлится в Канаду. И никто из самолёта не выйдет, и все будут просить политическое убежище. Вот такой был тоже самолёт. Есть ребята, уезжали, да. Уезжали в Израиль, ехали поездом. Ехали поездом до Вены, с пересадками. Ну, неважно, когда они уезжали, оставали монетки, ставили на рельсы. И когда поезд уезжал, мы собирали эти монетки, эти денежки, для того, чтобы был такой вот некий, ну, как бы передать следующим, чтобы они тоже могли уехать. Такой вот некий знак, некий такой вот символ маленький. Ну да, я же сказала, что с ребёнком кто мне? Уже меня никто бы и не выпустил никуда. Всё равно бы меня не выпустили. Потому что я должна была тоже просить разрешение и у мужа бывшего, и у родителей. Всё равно бы меня никто не выпустил. Ну да, сейчас это есть возможность. То есть мы потихонечку это стараемся сделать. Ну вот, ещё один такой вот этап. Я так вот очень тяжело это вытаскивается, потому что это всё настолько было тяжело, настолько это было трудно, настолько это было обидно, что я это просто спрятала, засунула в огромный сунду, далеко-далеко-далеко, и закрыла на замочке. И сейчас я пытаюсь потихонечку это раскрыть, вытащить это и вспомнить. Но я буду потихонечку вспоминать. А если у вас есть какие-то вопросы, мне будет вообще даже легче. А если кто-то ещё скажет какие-то свои воспоминания, то вот мы как-то вот так будем перекликаться и отвечать друг другу на какие-то вещи. Спасибо большое и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok